24 сентября состоялось первое в новом учебном году заседание ученого совета Казанского университета под председательством ректора КФУ Льшата Гафурова. Заседание совета началось в торжественной части. Вручение сертификата на премию имени Камиля Валеева по итогам конкурса научных работ среди студентов университета. Ее обладателем стал Илья Чуприн. Учредителями премии выступили семья Камиля Валеева и Казанский университет. Ее размер составляет 50 тысяч рублей. Затем совет приступил к основной повестке дня. Наибольший интерес вызвала новость о плановом повышении окладной части заработной платы. Мы предлагаем профессиональному составу и нашим сотрудникам повышение диалога в разделе 5%. А всем остальным персоналам в административном управлении, учебном, помогательном и обслуживании персонал, основном структурном подразделении, реализующем образовательную программу для образования, среднее профессиональное образование, персональное обучение и дополнительная персональная программа 4%. Также проректор по финансовой деятельности предложила изменить структуру персонала. Главным образом это касается руководителей высших школ. Из состава административно-управленческого персонала они получают статус, приближенный к уровню декана факультета. Соответственно, увеличится и уровень оплаты труда, и количество от ней отпуска. Затем ученый совет утвердил доцента кафедры физической химии, химического института имени Бутлерова Михаила Варфоломеева, в качестве претендента на заискание премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для младых ученых 2018 года. Да, действительно, в России объявлен конкурс на заискание премий для молодых ученых в различных областях наук. Это премии президента Российской Федерации. Эти премии призуждаются по определенному набору критериев. Этим критериям не так просто удовлетворить. По вопросу об итогах приемной кампании слово было предоставлено ответственному секретарю приемной комиссии Олегу Бодрову. В этом году у нас 12 788 человек зачислено на первый курс, в то время как в прошлом году на эту дату было зачислено 11 032 человек. То есть результат более чем в полтора раза превышает прошлогодний, и это отрадно. В последнем вопросе повестки дня ученым советам университета были приняты изменения в структуре. Высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета переименуют в Высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации имени Бодуэна де Куртыне, а также откроют Центр проектных компетенций. На юридическом факультете начнет работу Центр практик. По итогу голосований предложения получили единоглазную поддержку ученого Совета Казанского федерального университета. Аделья Шамилова, Виолетта Басова, Ленар Тавлитьяров, Универ Ньюс. Субтитры создавал DimaTorzok